И к городским новостям. Наказание за нелегальный оборот алкоголя и подделку акцизных марок серьезно ужесточили. Речь идет о миллионных штрафах и увеличении срока лишения свободы. Документы о внесении соответствующих поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России подписал президент, и он уже вступил в силу. Но забайкальским предпринимателям от этого не легче. Они выступают за увеличение разрешенного времени продажи спиртного до 11 часов вечера. Объясняет это тем, что сегодня в Чите по их подсчетам около 120 серых торговых точек. И содержимое бутылок в этих магазинах редко проверяют. Если даже взять бутылку в один миллион в месяц в этих всех точках, и на цену, я думаю, процентов 50, потому что закупать нелегальный алкоголь гораздо дешевле, чем тот, который закупаем мы, то прибыль этих товарищей составляет 60 миллионов. Расходы в месяц. Несложно посчитать, сколько налогов недополучают бюджеты разных уровней. НДС, налог на прибыль, налоги с зарплаты, с лицензии. Это где-то около 25 миллионов в месяц. Около 295 миллионов в год. Кроме прямых убытков в виде недополученных налогов и денег, продолжает Елена Салапина, нелегальные торговцы забрали доходы у легальных. И многие добросовестные предприниматели свой бизнес попросту приостановили. В городской думе депутаты сошлись на том, что пока стоит дать возможность новому закону об ужесточении наказаний за нелегальный оборот немного поработать. На сегодняшний момент я не готов голосовать за увеличение. Вот такое именно увеличение времени работы с 8 до 11. Да, понимаю, что время нужно менять. Но в каких рамках, пока я лично для себя не определился. Добавлю, что сегодня за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это произошло неоднократно, штраф 80 тысяч рублей за использование заведомо поддельных марок для продажи алкоголя и табака, лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом от 700 тысяч до миллиона рублей. Использование же заведомо поддельных акцизных марок для алкогольной и табачной продукции величит штрафы до миллиона рублей либо лишения свободы до 12 лет.